подщипник втулку сейчас я ближе сделаю камеру ну вот вот так по горизонтали он не знаю видно двигается а по вертикали стоит нормально нужно снять вот эту втулку и поменять маховик с танвалом вот еще раз включая тут кажется камеру уже лучше будет видно вот лента уезжает прижимаю все равно уезжает ладно опять проблемы танвал я заменил полностью с подщипником так что проблем уже с этим нет очередная задача поменять прижимный ролик у меня нового сейчас ролика нет в наличии возьму с донора сейчас открою покажу вот такой здесь стоит ролик лучше конечно тоже не новый как видите но лучше чем тот что стоял здесь он немного на перекос что стоял на родной лентопротяге так что сейчас я его возьму и поменяю более-менее конечно не первой свежести это однозначно вот если их сравнить здесь видно наверно не знаю на камеру будет не видно или нет на прижимном здесь что стоял ролики он как-то идет на скос вот так на линейный выход магнитофона подключен осциллограф и включаем технологическую кассету это 3 лит 2 чн 420 это значит что кассета есть измерительная чн частота наклон можно регулировать вот сейчас я подстраиваю более-менее что было частота одинаковая размах частоты и должен выставить наклон головок для этого на сигнале должна появиться буква n поменял каналы и уровень сигнала где-то наполовину упал сейчас я вместо этой чн корпус уже новый а лента еще та советская старая если мне еще одна кассета это для проверки частотных характеристик и выхода напряжения на линейном выходе магнитофона она просто возношается буквой ч то есть частота ну вот такие сигналы это на одном канале сейчас переключаю другой канал ну сигнал не равномерный это однозначно проблема остается именно с лентопротяжкой вот еще раз переставлю вот так плывет сниму я сейчас эту кассету и поставлю вместо нее у меня есть записанная кассета меандр 3 килогерца если бы эта лентопротяжка была бы нормально можно было бы подключить детонометр и посмотреть но тут и без детонометра видно что творится размах большой записи уберу меньше можно смотреть на пакеты какие идут вот разрывы равномерное движение ленты на другой канал эта кассета конечно самопал но записана она на хорошем фирменном аппарате и скорость на нем не плавает к сожалению немного я тут промахнулся с сигналом записал очень большой уровень ну на данном случае мне нужно посмотреть как изменяется частота вот этих 3 килогерца при движении ленты камеру попробую приблизить к осциллографу что посмотреть как меняется частота здесь и так что показывает частота мер лента движется конечно не равномерно и частота меняется скачет меньше 3 килогерц больше 3 килогерц ну проблемы с лпм еще нужно к узлу подмотки вернуться да достался мне конечно шикарный лпм тут нечего говорить пока буду разбираться здесь лентопротяжкой наверное сразу же нужно будет разобраться и с трактом прохождения сигнала от универсальной головки и до конечного усилителя поменял я резисторы в канале записи и воспроизведения здесь стояли резисторы sp3 38 я заменил на импортные многооборотистые тип 3296 вертикальные проверю прохождение сигнала от разъема подключения универсальных головок до линейного выхода для этого с генератора звуковой частоты я подаю сигнал на плату амплитудой 0809 мили вольта и частота генератора настроена на 400 герц через два соединенных резистора правый левый канал по одному кило ому я это соорудил для того чтобы проверить прохождение сигнала тракте воспроизведения в контрольных точках на линейном выходе у меня левый и правый канал имели разный уровень выходного сигнала и вот еще возвращаясь опять к индикатору прошлом видео там были вопросы по индикатору именно по его настройке сейчас я меняю частоту и уровень на индикаторе меняется хотя амплитуда здесь стоит стабильно увеличивая частоту так и вот уже нужно и амплитуду увеличивать хотя оба левый и правый то есть первый и второй канал работает синхронно одинаково увеличиваю это уменьшаю я сигнал увеличится с увеличением частоты показания индикатора будут уменьшаться ну что более-менее точно выставить их нужно все же поменять эти подстроечные резисторы советскими я намучился столько то подстроишь уходит плавает показатель пока не поставил подстроечные резисторы 32 96 так что рекомендую при ремонте лучше сразу поменять эти резисторы что в дальнейшем у меньше было у вас хлопот с ремонтом и настройкой разъем универсальный головок отключен сигнал чисто идет с генератора проверяю в контрольных точках 13 вывод блока а 8 17 вывод размах сигнала на 13 17 выводе практически одинаковый 9 вывод платы а 8 и 11 амплитуда на выходе 9 и 11 одинаковая 23 вывод и на 25 выводе тоже должен быть такой же размах сигнала в принципе так оно и есть на входе первого канала шумоподавителя на выходе шумоподавителя на выходе шумоподавителя то есть на линейном выходе это у нас первый канал ход второго шумоподавителя и на выходе и на выходе и на выходе Проверял я сигнал на выходе без подключения головок. А сейчас подключаю головку, что покажет индикатор. Так, тут залезть еще трудновато. Специально не отключаю, чтобы сразу видно эффект. Ну ясно. Так, сигнал упал. Нужно додать размах сигнала с генератора. Напряжение увеличу. Что покажет индикатор. А уровень сигнала на выходе индикатора уже не одинаковый. Если обе обмотки, универсальные головки были одинаковые, то есть сопротивление и индуктивность, тогда бы при увеличении сигнала ZSS уровни на индикаторе были бы одинаковые, но они разные. Что нужно сейчас сделать. Это проверить, какое сопротивление обмоток этих головок. Измеряю первую обмотку. Здесь по постоянному току. Что он нам покажет? 340 Ом. Хорошо. Сейчас буду измерять вторую обмотку. Добраться сюда тоже проблематично, но все возможно. Итак, что он покажет? 375. Ну вот, разность в сопротивлениях по постоянному току у них уже есть. Небольшая, но уже достаточная, чтобы эти каналы не одинаково показывались. Сейчас посмотрим индуктивность. Этой обмотки 156 мГн. Это на частоте 1 кГц. Ну, а этой 132. Как видите, обмотки не одинаковые. Нашел я у себя вот такую универсальную головку. Тоже стояла она в маяке. Она ничем не хуже, ничем не лучше, та, что тут стояла. Ну, сейчас посмотрим, какая разница между обмотками этой головки. Включаю. Проверяю по постоянному току. Итак, 180 Ом. Сейчас, что покажет другая обмотка. Те же 180 Ом. По постоянному току сопротивления у них одинаковые. А сейчас посмотрю, какая индуктивность. Есть разница между обмотками или нет. 86 мГн. Вторая 111. Да, разброс по индуктивности у них тоже есть. Ну, поставлю. Она, кажется, еще не очень запиленная. Так что поставлю вместо этой. И посмотрю, как она будет работать. Я уже смотрел, гонял, измерял, что там на линейном выходе оказывается более-менее ровно по сравнению с той головкой, что там до половины уровень сигнала был меньше. Так что эта головка здесь, наверное, и останется. Итак, я, наверное, на этом пока этот ролик закончу. Ремонт, конечно, будет продолжаться. Следующий этап. Я все же буду смотреть усилитель низкой частоты. И уже попробую установить эту приставку FM-радио Bluetooth. Что там получится. Ну, всем удачных ремонтов. И до новых встреч на моем канале. До новых встреч на моем канале.